ВООРУЖЕННАЯ СИЛА Владимир Штыгашев подчеркнул, что в целом республика внесла огромный человеческий вклад в победу. По сути, с войны не вернулся каждый второй призывник. Сегодня главная задача нынешнего поколения – сохранить светлую память о погибших ветеранах и обеспечить вниманием и заботой тех, кто живой. В чем трагедия была для этноса Хакасского, для народа? После войны исчезло 150 фамилий Хакаски. Прервались по отцовской линии. Женщина замуж, молодой, вышло все. А по отцовской линии 150 из примерно 600 фамилий. Четвертая часть фамилий исчезла, прекратила существование. Но я хотел бы сказать, что все-таки наш народ могуч, силен. Я думаю, сейчас он силен глубокой верой. Чем дальше от нас уходит дата Великой Победы, чем меньше становится старшее поколение наших ветеранов. Действительно, находятся те, которые пытаются переписать историю, которые хотят умолить вклад Советского Союза в разгром фашистской Германии. И только общими усилиями мы действительно должны сохранить тот мир и покой, который таким трудом добыт нашим старшим поколением. Стоит отметить, для Владимира Штыгашева Таштыбский район особенный. Он отсюда родом. В рамках рабочей поездки председатель Верховного Совета возложил цветы у обелиска павшим воинам в селе Малый Анзас. На памятное мероприятие пришли и жители села. Спасибо всем уровне власти, что не забывают нашу уже забытую деревню. Здесь все столько... у меня здесь дядька родной покоится Баргаяков Роман Степанович. Отец инвалид войны погиб. Для меня эта земля просто священная. От себя лично поздравляю всех жителей республики Хакасия с этим 70-летним Днем Победы. Обелиск в Малом Анзасе был построен пять лет назад на деньги жителей. В Таштыбском районе всего 18 мемориалов, посвященных защитникам Отечества. И как подчеркнул Владимир Штыгашев, важно вспоминать о подвиге земляков не только в канун 9 мая, а всегда, каждый час, каждую минуту. Как только мы ослабнем, найдутся многие, желающие прибрать эти богатые земли, этот непокорный народ к рукам. Поэтому мне кажется, что самая главная наша сейчас задача – работать, развивать экономику, крепить государство, чтобы люди жили достойно, счастливо, ни от кого не зависели сами своим трудом, добывали хлеб насочный. Представители правительства республики, а также депутаты Верховного Совета во главе с Владимиром Штыгашевым отметили 1 май высадкой целой сосновой аллеи у мемориала памяти погибшим при защите Отечества. Очевидно, новый мемориал будет не только самым крупным в Хакасии, но и одним из самых зеленых. Конечно же, свой первомайский субботник члены правительства и депутаты посвятили Дню Победы. Это праздник труда 1 мая. Он и записан. Мир, труд, май. Поэтому в этот день надо проводить и субботники, и воскресники, полезную работу для общества. И вот сегодня впервые во всей Хакасии, кто на восстановлении разрушенных пожаров мест происходит, сегодня работает. Все работают. Ни один член правительства, ни один депутат, все работают. Предстоящее празднование 70-летия Дня Победы, безусловно, является одной из главных дат в жизни россиян. Вторая мировая затронула практически каждую семью. Пользуясь случаем, руководитель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев поздравляет жителей республики с Днем Победы. Дорогие друзья, позвольте мне сегодня поздравить всех жителей Хакасии, особенно ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, которые своим неимоверным трудом и героическими подвигами приближали День Победы. И он наступил. И мы сегодня в долгу перед старшим поколением. Мы сделать должны все, чтобы отечество наше было прекрасно, экономика самой лучшей, а жизнь достойной. И самое главное, надо помнить, что только крепкими и сильными и едиными мы будем непобедимы.